Добрый день, Олег. Мы народимся сейчас в Франции. Вы приехали к нам из Белоруссии. Расскажите нам, какими судьбами вы появились у нас? Здравствуйте. У меня была очень сложная история и тяжелый жизненный путь, который я проходил в спорте, что пришлось покинуть родину, так как диктатор Лукашенко и власти делали все препятствия для моей работы. Я возглавляю федерацию кикбоксинга с 2005 года и спортивный клуб Олимпийский Белорусской ассоциации персонального бокса с 2001 года, являясь руководителем обоих организаций общественных. И в силу того, что в Республике Белоруссии есть вторая федерация конкурирующая, это федерация кикбоксинга и тайландского бокса, где руководством является Министерство внутренних дел и возглавляет ее генерал-майор Григорьевич Валерий Владимирович. Что касается финансирования, то Александр Григорьевич финансирует только Олимпийские виды спорта. Что касается профессионального бокса и кикбоксинга, то это не финансируется и приходится средства искать на стороне, то есть у спонсоров. Спонсоров я искал и за границей, и внутри страны, естественно. Но все это очень тяжело и непостоянно. Поэтому со стороны властей были препятствия для моего развития и всяческие физические даже воздействия со стороны Министерства внутренних дел, где мне все это надоело и я просто бежал из страны. Могу вкратце рассказать, что произошло в последние годы со мной. В 2010 году меня посадили в тюрьму, где я просидел в СИЗО-1 полгода, 6 месяцев ровно за сопротивление властям. Одним словом, когда меня хотели избить, я просто оказал сопротивление капитана милиции, за что был посажен в СИЗО-1 в тюрьму на полгода для рассмотрения. Рассматривали меня с той стороны, что я являюсь руководителем двух общественных организаций спортивных. Меня решили таким образом устранить и перевели в психиатрическую больницу закрытого типа в новинках, где я провел еще 6 месяцев. Меня кололи, кололи в руку. Это психотропное лекарство, где идет пена сорта, тебя привязывают к кровати, руки, ноги, все привязывается. И ты не можешь ничего сделать, так лежишь трое суток. Это было издевательство. Три раза в день тебе дают по 12 таблеток, и ты должен пить таблетки, открыть рот, высунуть язык и показать, что ты их прогласил. В противном случае, если ты не прогласил таблетки, тебя опять привязывают к кровати, руки, ноги, и ты лежишь трое суток. Тебе колят опять уколы, у тебя идет пена сорта, ты становишься фактически тряпкой. Ничего не можешь сделать. Вот так меня полгода пытали. Через полгода в психиатрической больнице собрался консилиум, 12 человек из разных субстанций, правоохранительных органов, медицинских органов, где рассматривали выпустить меня на свободу, так как я уже не представляю, скажем так, угрозы обществу. Но с продолжением лечения ежемесячно мне нужно было приходить на Бехтерева, отмечаться и брать таблетки, которые психотропные, для успокоения, скажем так, буйного моего характера, как они считали. Это что я очень дерзкий, очень высокомерный человек. Вот. И так это все длилось пять лет. Вот это с 2010 по 2011 меня выпустили, 2016, я в 2017 я бежал. Да, шесть лет. Шесть лет надо мной вот так и сдевались. Забрали выезд. Мне нельзя было выехать за границу, мне нельзя было выехать из страны вообще. У меня забрали паспорт, у меня забрали все. У меня нельзя было визу открыть. Мне нельзя было даже в Москву поехать на чемпионат мира, отвезти своих спортсменов. Звезд Белорусской эстрады, которую я являюсь директором арт-старств футбольной команды Звезд Белорусской эстрады. Вот. Отвезти в Москву на чемпионат мира, чтобы сыграть футбол и выступить с концертом на стадионе. Вот. После чего, естественно, меня хотели арестовать, посадить в тюрьму, лишить всего. И я просто бежал в сентябре прошлого года, 17-го. Все. Я благодарю вас. Спасибо. До свидания.